вот этот марок вот он красавчик рыбалка привет вечерний как он дал всем привет привет друзья меня зовут гусин кирилл разработчик на стрим я александр могилкин разработчик решаю сезон 2024 начался моего благополучно открыли по традиции мы записываем вот это видео уже после пяти дней рыбалки мы с сашей пошли на глобальную авантюру и уехали на саратовского хранилища под город саратов где мы были до этого один раз осенью и приехали сюда ничего не знаю где ловить как ловить весеннюю рыбу время перед нерестовым запретом вот там перед перед сам нерестовым запретом прошли листовый запрет здесь начинается с первого мая сегодня у нас 20 какое 26 вода высокая ворота высокая лет самое интересное мы приехали сюда пять дней назад за эти пять дней вода поднялась примерно 7 метров на 70 уже у нас уже есть проблемы как бы нам отсюда уехать потому что база на котором остановились она находится на кассе я кассу уже вниз нескольких местах перелило ну как бы внедорожник попробуем на весь увидим и не оставить здесь мы приехали со своими ассоциациями какими-то вот этими осенними проехали там сколько-то точек где была хорошая рыбалка и вообще ничего не увидели не нашли нам подсказали в первый день одну точку коса длинная на течение на которой до этого ловили хорошо рыбу мы туда приехали увидели там достаточное количество бели плавала но разрозненно разбитой здесь рыбы как бы не настолько много по крайней мере не видим что много-много рыбы есть так встречается попадается очень много крупной рыбы очень крупный то есть там метр длины в этом больше чуть чуть меньше подозреваю что это толстолого на самом деле кто еще вот и вот из-под нее там иногда проскалькивает поклевки мы пытались найти там судака и на кассе на самой и под косой поклевки там сколько-то было у нас 67 поклевок там у каждого было как он дал одного всего поймали с удаченка небольшого в первый день хоть и маленький но на 1 1 все давай беги причем несколько хороших поклевок уже было прям хороших но вот он не садился сейчас первый сел наконец нашли одно место но был один глобальный минус приходилось в толпе но именно как бы вариант рыбы которые есть они просто как бы там где-то разрозненные чего-то как-то худо-бедно последние два с половиной дня мы ловили там пытаясь понять эту точку но все равно нужно понимание когда рыба активная где рыба активная конкретно вот на этой точке да и в какой момент в какой точке этой точке ну в данном случае это был как свал ну там нужно ловить мы с язык такой и он достаточно большой и свал есть и в сторону реки и в сторону протоки и судак ходил и в ту сторону и в другую вообще без удара без всего я в рот пассивные до безумия а также во время безумия и после безумия вот в первый день подъехали туда стали смотреть и прочее прочее причем нам местный мужик саша привет спасибо большое вот он просто вот на ребят ну подходить поближе как бы вставать и убежать не будете ловите вот ну и мы разговаривали как чего он говорит ну горы сейчас уже похуже вот неделю назад мы здесь иначе разводить ну поймали мы конечно там количество какой-то рыбы в основном была такая вот грамм 800 и до до полутора килограмм да не мелочь ну как бы и не тор и ничего стоило ехать суда за 1000 километров выполняю твои задачи поставлены красавочка что мы делали мы смотрели время выхода это очень важно весь режим рыбалки был либо ранее утренней то есть мы примерно в 5 раньше просто не получалось физически 5 утра приходили на точку ловили примерно до 11 12 часу завязанность от дня после этого мы возвращались на базу спали и выходим уже на вечерний клев это примерно там 4 пол пятого и до темноты наконец маленький а важный а важный потому что ключик на место понятно правда пока маленький будем ждать большого а этот пока домой и мы вот все это время мы смотрели момент активности потому что ловля когда несколько лодок стоит рядом там четыре пять шесть бывало да видно сразу активность рыбы кто-то из них как бы из рыболов либо мы либо остальные рыболовы чего-то ловили и мы четко составили график когда он выходит во сколько и смотрели еще немаловажный момент потому что свал достаточно протяженный разная глубина какой-то момент судак выходил на милляк в какой-то момент он клевал только в глубине видишь как почти что открыл но как воблер плюс очень важно оказывается играл роль в размер приманки судак крайне неохотно клевал на 5 дюймов но при этом очень хорошо работал на 4 дюймов 6 дюймов я ставил практически бесполезно редкие тычки ну а еще лишь он просто гоня не атаковал попасть не хватал а у 4 дюйма прям залетала более того как бы вот из-за дарстве русской резины я на нее ловил фаворитом оказался вот сидик сидика в двух цветах оранжевый и 2 желтый вот такой размер очень неактивная игра это вот именно сидики чисто судача приманка которая позволяет ловить без а очень широкая амплитуда работа хвоста то есть усилия хвоста небольшая но при этом высокочастотная ну и плюс ко всему вот эту форму она имитирует бочка под камень у меня выстрела вот это я ставил другие приманки оставил таби даде и оставил киротейл нет не хочет единственное исключение вот самую крупную судака там это примерно на глаз был 4 плюс я поймал на пятерку когда у меня уже будут эти сиди как бы на нужных весах на джиг головках кончились мне присоставить к дюймов он упирается к одну это больше чем те вот смотрите поклевки аккуратные сильные но он прям вот не то что впасть не все палка настолько прилипчиво к рыбе что судак но это сколько сам 4 с копейками судак 4 с копейками в пасак вошел и выполнен приманку то есть он держался прям прям на пленочке вот кто говорит что это неинтересно что липучая палка это скучно и дает поиграть с рыбой ну вот вам пожалуйста четко понимали того зачем нужна липучая палка я могу сказать одно наш весенний выезд уже точно удался почему использовал джиг головку шанс просечь судака на джиг головке в разы выше чем просечь его на двойнике либо соответственно на все это классика жанра ловим с лодки ловим судака лучше всего джиг головка единственный минус как только ты берешь какую-то приманку одеваешь на нее джиг головку тебе в следующий раз при для замены приманки надо будет либо новую джиг головку и оставить эту приманку на старое либо тебе нужно будет новая резинка это минус плюс практически гарантированная просечка если нормальный знать по жесткости и мощности и плюс в том что крючок один сходов меньше а все да а все то если мы ловим в коряках он незаменим а вот этим и ловим на рельефе с лодки на джиг я предпочитаю джиг головку из поролоновых червей тоже сравнил работу черви 10 сантиметров 12 и 14 сантиметров вот 10 сантиметров хуже работал и 14 сантиметров хуже работала поклевки были но часто базала на 12 сантиметров поклевок было значительно больше и более уверены право на вырыбку такому состоянию и работает вот эта часть вот все что за крючком она целая то что до крючка разорванные если больших лохмотьев нету то это нормально попробовал разные цвета червей и крупные приманки по червям сработали в основном темные фиолетовый и коричневый алби оранжевый и желтый до флуоресцентные работали хуже но такие тоже зеленый желтый оранжевый нормально опочки темненький была очень большая надежда что крупный судак предпочтет крупную приманку но это никак не срослось то есть я вообще ни одной поклевки не получил на такого размера приманки и кстати у нас этому даже есть объяснение судак предпочитает клевать на те приманки которые примерно соответствуют размеру кормовой рыбы в данном месте в данное время вот в данное время в данном месте размер кормовой рыбы был небольшой вот есть паноплекс мы четко видим размер бели есть соответственно структурник мы четко видим размер белья и вся бить маленькая поэтому в первую очередь рекомендации смотрите на размер беля которые рядом находятся и которую этот судак данном случае живет почему еще мы были очень сильно ограничены в наших возможностях у нас сдох один из двух аккумуляторов пилота 24 вольтовый один аккумулятор сдох в итоге по факту в день время работы пилота это примерно 4 часа а дальше приходилось вставать на якорь хорошо что я у нас был плохо что якорь у нас мягко говоря не рассчитан на ну так и сильнее течение на саратов поводокранили очень такое конечно очень поэтому если нам сильно 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 везло мы где-то в каких-то местах могли встать плывут целые острова иногда не успеваешь замечать вовремя что он тебя наплывает островок сейчас вот я был рыбой занят вылаживал рыбу и проехал большой остров часть его зацепила за веревку нас якори стащила вот такой пучок травы это же огромная парусность сейчас освободимся от нее что прикольно а вода прибывает на глазах плывут острова про коряги и траву я вообще молчу то есть очередная сложность как тут с которым мы столкнулись через заброс ты на проводка цепляешь траву как бы единственный плюс палки чувствительного мы чувствовали как по плетенке вот ведешь эти по плетенке такую шершали это значит все трава идет по твоей леске и сейчас значит следующую секунду она попадет на твою приманку и до свидания вы матры сразу спасала немножко но все равно нервирует когда там через заброс ты цепляешь каждый заброс она очень мощную плывет грязь а так прикольно я давно не видел таких островов которые плавают там утра была нормально чего меня очень неприятно поразило но не то что неприятно да как бы на указано свое это вот действие как раз местных сегодня несколько лодок вот тупо вперлись в одну точку там где ловилось там условно говоря позавчера позавчера приехали мужички и показали класс ну как вас они попали в нужное место в нужное время сюда кто хорош позавчера вечером это случилось вчера утром вчера вечером сегодня утром вот место примерное где они ловили постоянно занят вот все кто стоял после этого момента не поймали там практически ничего то есть задача при ловле судака в данном случае это не просто как бы стоять и кидать на интересный свал а менять глубины ну как я уже говорил зависимости там от времени дня и просто даже если время дня у тебя совпадает вроде как вчера там позавчера выход был на этой глубине то сегодня может быть все немножко по-другому поэтому перестановки 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 и еще раз перестановки даже на известные вам точки если она не локальная то что встал тебя в одно место нет если какой-нибудь свал плато еще что-то постоянно надо двигаться искать вот это что-то хорошее ой жаба а я без поводка вот это называется везение взяла за краешек ловили сюда тоже обреждаю она вот он приличный щучка 3 скопил все местные как по команде работают только вниз ну когда водок много вариантов мало и приходится работать вниз как и все но как только народ рассасывался у него не клевало они разбегались все мы тут же начинали применять излюбленный прием заброс в бок ну и под 90 под разными углами начинает 90 и заканчивая обловить наибольшую площадь и наводишь на водишь приманку на известную бровку на благо отрисовали мы все сразу на так чтобы приманка вот при сносе проходила нужную точку бровку и вот там на самом деле когда вчера да там вчера у меня было красиво когда вообще ничего ни у кого не ловится я как делаю подряд несколько забросов 23 сюда когда и плюс еще поклевать да не крупные там они были но до двушки вот но сам факт когда никто вообще ничего поймать уже не может снос работает и снос работает уверенно именно в варианте когда судак басту и на самом деле я вам скажу страшно в этот момент на самом деле ему наплевать на цвет ему нужен размер правильный но в данном случае четыре дюйма хорошо работает и ему нужно соответственно подача подачи чуть на снос вот когда это делаешь есть момент немаловажной течение сильно то есть мы ловили на глубинах от 9 10 внизу и до верха аж до целых 300 метров груза в этом случае применялись ну условно 30 до 50 грамм в зависимости от места от глубины и от силы течения в этих условиях нужна максимально жесткая палка поэтому я ловил например моделью 1670 почему потому что без проблем а ты его посетишь и вот не дай бог на сносе уже с петлей для будет поклевка тебе надо сначала продрать петлю а потом все чудака а если это нормальный судак они мелочи там в килограмм полтора то есть просечь его будет немножко сложнее даже на хороших крючках вот это уже приятно быстрее потом показал красивую температуру воды до от 7 до 10 градусов на течение то есть вода прогревается с утра она холоднее градуса на полтора два к вечеру она становится теплее соответственно но маленький момент чтобы понимали он зона без течения вроде бы офигенно комфортная вещь для судака вот весной когда везде там течет бурлилки и прочее я даю покрыть все равно если вы ловите до запретную рыбу весенние все равно ищите на каком-то течении практически стоячая вода это ноль может быть когда-то где-то что-то и будет но на моей практике я практически не встречал именно судака на стоячке если есть как бы вариант с течением какой-то затяжок какой-то обратный свал который прикрывает стоящую рыбу от струи которые по верху и она выходит наверх на струи только в момент пожрать но нужно течение и какой-то какая-то защита рыбы чтобы она могла отстаиваться там где-то усилил это прям такой достойный экземплярчик а там красавчик красавчик сегодня пятый заключительный день сегодня мы поймали хорошую рыбу наконец-то то есть если до этого у нас были там размеры скромные полтора . самая большая то сегодня пару трешек четверочка это все с плюсом вот он хороший хороший не килоградный надеюсь и не килоградный сам большой по моему за всю поиску хорошая уже доступ достойность не трофейный но достойно вот почему потому что мы сегодня понят ну как бы по максимуму осознав действие судака при вот в этой точке при утреннем и вечернем клювы мы четко знали что вот в это время он ковет примерно вот в этих местах на этой глубине потом он опускается чуть поглубже его надо брать уже там искать хорошие да ух ты ух ты вот это приятно смотрите как работает 1670 даже если за пленку сюда взял все равно шансов на сход у него конечно есть но мало все паспорт прилипло к рыбе и спокойно доставлять только не сразу поднимай папа стоп 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 поднимать да это побольше вот как всегда завершающий день когда мы поняли точку когда мы поняли всю фишку этой точкой мы начинаем ловить на этом понадобилось на самом деле но в реале это сколько четыре дня три с плавины ну ничего хороший завершающий аккорд надеюсь видео вам немножко поможет сориентироваться если вы не в курсе может быть даже те кто ловит судака не как бы уже в этих условиях для себя чего-то новое узнают ну не узнают извините как бы мы тоже тут вот в этом регионе вообще второй раз а первый раз на весенней рыбалке будем продолжать планы на сезон уже есть а мы с вами прощаемся все время на воде будут какие-нибудь вопросы ну на примерно пару недель после выхода видео я там буду отвечать потом сможете найти меня вконтакте либо на руссвишинге я там присутствую найдете все всего доброго не хвастанье чешуи и увидимся на воде пока а